Добрый день, дамы и господа! Сегодня мы с вами рассмотрим сценарий следующее. Наша с вами задача определить, какое количество товаров составляет 50% продаж компании в целом, разобраться с ABC-анализом и потом, поэтому топ, скажем так, 500 назовем его условно, мы с вами посмотрим их состояние, состояние товаров по состоянию на вчера, то есть закончились, не закончились, вымылись из матрицы или нет, и посмотрим по ним упущенную прибыль, посмотрим по ним автостоки, и, соответственно, как бы проанализируем состояние ключевых, наверное, наиболее ключевых для компании товаров. Итак, для этого мы идем в вкладку ABC-анализ, выбираем динамический ABC-анализ, вот я уже нахожусь в нем, и начнем мы с самого рассмотра данного инструмента, то есть у нас с вами три окна управления, то есть первое, так, традиционно, окно отбора, выбран 14-й год, октябрь месяц, и один из форматов я выбрал, формат магазина номер 3, дальше у нас идет окно отбора измерений, то есть у нас включена номенклатура, давайте я выберу необходимые нам склады, чтобы было более понятно, да, и, собственно говоря, по какому показателю мы с вами проводим ABC-анализ. Соответственно, у меня выбрана продажа, мы можем переключиться в наценку, система тут же нам все пересчитает, возвращаясь в продажу. Ну и, собственно говоря, привычная нам динамика продаж в сравнении с предыдущим годом и с переключением масштаба данной динамики в различных аспектах дней, недель, месяцев и так далее. Дальше у нас есть элемент ввода, где мы можем ввести свои границы для группы ABC-анализации. У нас выбраны склады, соответственно, есть меню отбора этих складов, да, где мы можем посмотреть и отобрать необходимые, ну и, соответственно, есть фильтр по товарному классификатору, который нам позволяет выбрать любую категорию, да, и вот смотрите, у нас уже по мясной в астрономии выбраны склады формата 3 и по ним уже проведена, соответственно, ABC-классификация. Вернемся по классификатору обратно, и следующим шагом посмотрим следующее. Я выберу наиболее торгующий склад, то есть у него достаточно высокая была доля, и посмотрю, какие категории по этому складу нам, давайте начнем с направления, с групп вообще, какие группы нам формируют 80% продаж, вот они, достаточно небольшое количество, порядка 9 этих групп, да, вот группа B 15% продаж, ну и остальные группы у нас всего-же-то все формируют 5% продаж компаний, а, вернее, по складу номер 50. Я могу переключиться в категории, и мы видим уже более детально группу A, да, на уровне категории, под категории, еще более детально, ну и, соответственно, я после этого могу переключиться в номенклатуру и уже посмотреть, какие номенклатуры формируют у меня мою группу A. Да, как бы пролистывать не совсем удобно, поэтому давайте сделаем следующее, мы снимем фильтр со склада, то есть меня интересуют все склады формата номер 3, я выберу 3 месяца продаж, август, сентябрь, октябрь, чтобы у меня было. Да, и после этого у нас с вами еще одну функциональность мы с вами разберем, вот мы видим в названии показатели, удельный вес и процент накопительный, мы видим увеличительное стекло, да, вот нажатие на увеличительное стекло вызывает строку ввода, причем ввод он так интересен, но он горит рядом с нашей с вами корзиной. Я в окне ввода пишу, что меня интересуют все SKU, которые принесли мне, у которых накопительный отдельный вес составляет меньше 50% по компании в целом, получается, да, по формату там магазина, всем магазинам там формата. Вот, нажимаю Enter и получаю перечень SKU, которые принесли 50% продаж всем магазинам формата номер 3. И мы видим, что это где-то 286 SKU из 30 тысяч SKU в целом, которые находятся во всех магазинах этого формата на остатках, либо в продажах, либо в матрице, да. Вот, и по этим товарам я еще и вижу следующую картинку. То есть я вижу сразу же и в удельный вес в продажах, и сколько товара было в целом продано, и с какой наценкой, и процент наценки, и сколько товара осталось, и на сколько дней торговли этого товара осталось. На самом деле я сразу вижу, то есть видите, желтым подсвечены от товара, которые уже попали в зону риска, и остатки себестоимости, ну и, соответственно, суммы скидки и так далее. А вот, вопрос, что дальше с этим делать? Ну да, ну получила такая картинка, меня интересует она теперь по всем магазинам. Ну и первое, что мы с вами посмотрим, мы с вами посмотрим по состоянию на вчера, как выглядит у меня данная картина. Для этого, прежде чем передвигаться к данному окну, мы сделаем следующее. У нас есть в сервисном меню есть такая функция «Добавить закладку». Мы ее набираем, говорим, что это наш, обзываем, что это наш топ-300 товаров. Топ-300 товаров по формату третьего, формату три. И ставим галку, что данная закладка должна быть доступна всем моим коллегам. И нажимаю «Ок». Вот она у меня появилась, эта форма. После чего меня интересует текущий месяц октябрь, да, я выбираю октябрь месяц. Я выбираю, что меня интересует только октябрь месяц. Да, и после этого перехожу во вкладку «Матрица». Особенность еще одна клик-вью, что переходя из «Матрицы» в «Матрицу», ой, из вкладки в «Матрицу», у нас, собственно говоря, все фильтры сохраняются. То есть теперь мы в «Матрице» видим следующую картинку. Давайте разберем центральную таблицу. Более подробно со вкладкой «Матрица» мы разберемся на следующей встрече. Итак, у нас все наши СКЮ сортированы по обыванию продаж. Да, у нас склады сортированы по обыванию продаж. И на пересечении складов мы видим цифры складов и СКЮ. Цифра обозначает объем продаж данного СКЮ в каждом из складов. Плюс у нас есть цветная раскраска. Что, о чем она нам говорит. Ну, интенсивность зеленого показывает нам, где у нас сосредоточены наибольшие продажи в каком магазине данного товара. Прочерк нам говорит, что товар за октябрь месяц не продавался и отсутствовал на остатках. То есть, скорее всего, это как раз товар, не включенный в «Матрицу», не попавший в автозаказ и, соответственно, не попавший в данный магазин. И осознанно это или ошибочно можно посмотреть, достаточно быстро откорректировать, если это ошибка. Дальше красное. Красное говорит о том, что на вчера данный товар, докторская колбаса, закончилась. То есть, сегодня утром, если мы не получили, то этого товара уже в магазине мы не торгуем. И голубая раскраска говорит нам о том, что товар у нас весь период был на остатке, но не продавался. Достаточно быстро по топ-500 мы имеем возможность отредактировать всю нашу красноту, разобраться с матричностью, строить автозаказ и, в принципе, уже начиная с следующего дня получать дополнительные продажи от этих товаров. Это первая ситуация. С другой стороны, у нас вот есть правая табличка, которая показывает следующее. У нас отобрано 286 SKU. Из них матричных, вот как раз красная слабец показывает, матричная, да, и вторая цифра через слэш тоже говорит о количестве матричных товаров. Матричных из них всего лишь 272. То есть у нас получается порядка 14 позиций из топ-500, топ-300, да, не вошло в матрицу. В первую. Дальше. Из 272 матричных, да, у нас 230 присутствуют наиболее в магазине, имеющем максимальные продажи, да. А есть магазин, где наш топ-300 представлен совсем-совсем слабенько. То есть это как раз вывод о том, насколько у нас матрица сбалансирована по наиболее продающимся товарам. Может быть это и хорошо на самом деле, а может быть это, ну, на самом деле, разная может быть оценка. Вот, мы с вами оценили ситуацию на вчера, что произошло, в каком состоянии у нас находится наше топ-300. И следующим шагом мы оценим аутовстоки или упущенную прибыль, переходя на вкладку, соответствующую вкладку аутовсток, либо она у нас называется чисто номенклатура. Что мы здесь видим? На вкладке номенклатуры мы с вами видим, точно так же возможность выбора складов, фильтрация по классификатору товаров. Да, ну и таблицы нам показывают следующие данные. Нам показывают процент аутовстока по саму упущенную прибыль, собственно говоря, который мы посчитали, исходя из процента аутовстока и средней дневной маржи, которую мы зарабатываем за выборный период. Давайте расширим его там сентября, за три месяца, чтобы у нас была цифра поинтереснее. Значит, мы видим продажи, мы видим наценку, видим количество проданного товара, видим остатки на конец периода в целом по компании, ту же самую информацию о средней дневных продажах за последние 30 дней, ну и запасы в днях, на сколько дней торговли у нас товар осталось. И везде, где помечено желтым, мы видим, что товар у нас этот закончится, попал уже в зону риска. Дальше, смотрите, у нас есть, ну, нарезанный батон не будем смотреть, а вот цепленок бройлерный, в целом по формату, по всем форматам магазина 2,2% аутовстока, кажется, очень мало. Давайте выберем данную SKU, и мы с вами уже отобрав данную SKU, мы с вами видим, что у нас есть позиции, где товар, входящий там в двойку, в тройку у лучших продаваемых, имеет отусток 10% на протяжении 90 дней, то есть 9 дней товар отсутствовал в магазине. Прежде чем посмотреть, почему это происходит, вот мы видим, что он 82 дня был в магазине, да, из 92 дней. Мы видим, ну, пущенную прибыль, здесь маленькая, потому что, дима пример, видим продажи, наценку, количество проданного товара, остатки вчера, темпы продаж среднедневные, и, собственно говоря, где двойный риск мы с вами находимся. Практически во всех магазинах попали двойный риск. Ну и давайте посмотрим, что такое, значит, 10%, 11% аутовстока, выберем 51 магазин, и система нам покажет следующую картинку, то есть мы видим, что товар отсутствовал, даже были отрицательные остатки. Вот участок времени с августа, с 6 августа по 14 августа, да, он у нас отсутствовал ввод участок времени, и система нам подсветит вот этот день, да, на самом деле. И вот в конце периода тоже товар отсутствовал, но система нам не подсвечивает, потому что у него было вот 230 грамм этого товара. То есть, по сути, это там не списанные остатки, по сути, это отовсток. То есть по таким позициям, как весовым, необходимо, мы здесь считаем от нуля, да, необходимо считать там какого-то минимального запаса аутовстока, да, то есть если осталось меньше, чем 1 килограмм этого товара, 2 килограмма даже. Вот, то есть достаточно быстро мы с вами разобрали ситуацию и нашли позиции, где у нас товар находится из нашего топ-500, топ-300, вернее, в аутовстоке. Посмотрели динамику остатков, посмотрели динамику продаж и выделили именно те магазины, где у нас это происходит. Соответственно, если эту операцию делают там еженедельно, то или там раз в два дня по этим топ-300 позициям, то мы имеем возможность отлавливать ситуацию раньше и не допускать вот таких длительных простоев магазина без товара. Давайте резюмировать. Сегодня мы с вами разобрали инструменты улучшительного стекла, мы сегодня сделали, прошли путь от определения товаров, составляющих 50% продаж, посмотрели их состояние на вчера, состояние их в матрице, да, и посмотрели, собственно говоря, оценку по ним аутовсток, оценку упущенной прибыли и динамику остатков вещественной и продаж. Спасибо за внимание. Более подробную вкладку матрицы и аутовсток мы посмотрим, наверное, на следующий.